Уважаемый президиум и дорогие коллеги, я сегодня буду говорить о тех проблемах, которые касаются каждого из вас, особенно тех из вас, кто избран по одномандатным округам и представляют регионы, либо часть региона. Ну и, конечно, всех касается эта тема. Это ситуация в регионах. Что нам ждать, что там происходит и почему это происходит? Ситуация в регионах, как вы понимаете, обостряется. В последнее время появляется все больше в средствах массовой информации сведений о протестных акциях. Вот почему все это происходит. В течение года практически правительство, да и не одного, наверное, года наше правительство предпринимало, с их слов, титанические усилия, чтобы удержать рост задолженности регионов. Что делалось? Ужесточались условия участия в программах, в предоставлении бюджетных кредитов, иных мер финансовой поддержки. То есть, такими средствами, такими способами. Но мы же понимаем, что экономика таких способов просто не терпит. Тем более, что усилия, однако, оказываются не совсем оправданы. Потому что весь год, оказывается, 2016 год, бюджеты регионов были профицитные. И тут вдруг в декабре сразу дефицит бюджетов регионов поднялся практически на полтриллиона. 514 миллиардов рублей. Я просто напомню некоторые цифры. Я прошу вас, дорогие коллеги, послушать. Прошу вас послушать. Цифры такие. На 1 февраля 2017 года государственный долг регионов достиг 2 триллионов и 320 миллиардов рублей. И даже если мы сейчас успехом будем считать, что доля бюджетных кредитов 45%, а доля коммерческих кредитов 31%, то это, по сути, ничего не меняет. Но не очень меняет, потому что бюджетные кредиты надо тоже отдавать. Если на 1 марта 15 регионов выполнили бюджет с профицитом, этот профицит небольшой, 28 миллиардов, то на 70 регионов дефицитный бюджет. То есть ситуация-то усугубляется. И дефицит бюджета в 242 миллиарда рублей. Это данные Федерального казначейства и счетной палаты Российской Федерации. Расходы регионов на обслуживание государственного долга и муниципального долга тоже растут. 12 миллиардов рублей, например, на сегодняшний день. Кстати, хочу напомнить вам, мои дорогие коллеги, что резервов у государства все меньше и меньше. В этом году, в 2017, резервный фонд состоит у нас из всего 973 миллиардов рублей. А если учесть, что 2,5 миллиарда рублей мы в год примерно тратили на то, чтобы закрыть вот все эти пробелы, то надо понимать, сколько денег нам не хватает для того, чтобы безбедно существовать и в этом году. Поэтому сегодня нужны очень серьезные изменения. И главный вопрос – финансовая судьба регионов. Именно отсюда надо танцевать, от регионов. Согласно Конституции, наша страна – это федеративное государство. Но почему тогда, скажите мне, у нас выстроена система, не имеющая практически ничего общего с бюджетным федерализмом? Почему сегодня такая система нежизнеспособная? Она выстраивалась исключительно для укрепления вертикали власти, но она никак сегодня не позволяет развиваться регионам. Вот с этих позиций и нужно рассматривать все те проблемы, которые у нас грядут на будущее. Вы, наверное, все знаете, коллеги, что сейчас идет работа правительства Российской Федерации над изменениями в государственные программы. Государственные программы должны быть приведены в соответствие с экономическими существующими реалиями. И вот одна из таких государственных программ, осталось немного времени, они пойдут в профильные комитеты, уже приходят в профильные комитеты. Одна из таких государственных программ, это программа, которая регулирует межбюджетные отношения. И эта программа, в этой программе она основная, в ней будет тот корень, который может изменить ситуацию. Что нужно сделать и вообще, что сегодня происходит? Почему такая сложилась ситуация? Потому что сегодня очень жесткая централизация налоговых полномочий именно на федеральном уровне. Вот 2001-2002 год, кто помнит, коллеги, дорогие, это же было где-то соотношение 50 на 50, 50 бюджет региона, 50 бюджет федерального центра. Сейчас у всех по-разному, у всех по-разному, но я вот смотрела просто, ну 30% это, так скажем, средняя величина, так будем говорить. Кроме того, давайте по налогам посмотрим, какие налоги федеральные. НДС, НДПИ, налог на добычу полезных ископаемых, НДФЛ, который является федеральным налогом, но передается в регионы. Большая часть акцизов госпошлины. Вот они, федеральные налоги. Они собираются неплохо, неплохо. И эти налоги, значит, они стабильны, так скажем. Давайте посмотрим налог регионов. Налог на прибыль. Вот у нас сейчас кризисное время. Значит, получается, что доходы просто падают, следовательно, прибыль падает, значит, и налоги тоже уменьшаются. А это налог, он идет в регион. Теперь хочу сказать, что налоги на имущество организации, транспортный налог, они вообще трудоемые. Там не паханное поле, они трудоемкие в сборе, эти налоги. Местным бюджетам вообще досталось налог на имущество, физлиц, ну, земельный налог там. Значит, давайте посмотрим, в чем несправедливость-то. Если НДС спрятан в цену, то получается, что вот доход, налог на доходы физических лиц, это тот налог, который надо физическому лицу извлечь из собственного кармана и заплатить. Это, я вам скажу, разные вещи. В этом несправедливость и есть. Окончательно последний гвоздь, вот такое несправедливое распределение налогов вбили КГНы, консолидированные группы налогоплательщиков. Не буду подробно останавливаться, об этом здесь много говорили. В последнее время наблюдается ярко выраженное стремление федерального центра подобрать еще больше под себя налогов. Возьмите 1%, о котором говорили. Вот нет такого региона, наверное, который бы не возмущался по этому поводу. Нет, все равно мы приняли. А 1% это более 100 миллиардов рублей в этом году. И 1% это, например, для Новосибирской области, это миллиард рублей. Очень серьезная ситуация. Почему бы нам сегодня не пересмотреть налоги, и почему бы нам сегодня, например, государственную пошлину, которая взимается в регионе, оставить там? Почему бы сегодня не пересмотреть соотношение, пропорции налогов? Это надо делать. Работала комиссия, правительственная комиссия, так называемая рабочая группа, и в этой рабочей группе смотрели полномочия регионов. В полномочиях регионов и зарыт весь корень зла. Полномочий много. Вспомним 184-й федеральный закон. 108 полномочий по этому закону имеют сегодня регион. Я смотрела сайт Минюста, в этом сайте там прописана каждая полномочия региона, которая была ему направлена через какие-то другие нормативно-правовые акты. Это указы, это постановление правительства и так далее. Так вот, Минюст 64 таких полномочия нашел, выявил, по которым регионам просто-напросто не были направлены финансовые средства. Полномочия за ними закрепили, передали, а финансовые средства забыли направить. И получается, что вот от этих полномочий начинаются много серьезных проблем в плане бюджетной обеспеченности регионов. Вот эти 64 в 184-й закон не вошли. Они дополнительные, и поэтому получается, что регионы не в силах, не в состоянии выполнить большинство из своих обязательств. Так было с майскими указами. Указы приняли, денег не хватает, регионам приходится изворачиваться. Оптимизировать расходы до абсурда. В результате этой оптимизации уничтожена практически бесплатная медицина. Доведены до полного коллапса образования и культура. Ну сколько можно дальше оптимизировать? И когда вот эта рабочая группа предоставила нам по полномочиям, инферизация этих полномочий, предоставила материалы, расчетные материалы, мы их внимательно посмотрели. И знаете, что мы в них увидели? Отсутствие всякой объективности. Потому что там не были учтены самые затратные статьи. Например, капитальные вложения или затраты на ЖКХ. Поэтому правительство Российской Федерации будет, как они обещают, будет продолжать эту работу. И поэтому мы будем ждать все-таки, что с регионами федеральный центр начнет поступать по справедливости. По справедливости, потому что и все остальные моменты, в том числе и межбюджетные трансферты, сегодня с теми условиями неподъемными, которые предъявляются регионам, чтобы получить дотацию, субсидию или субвенцию, эти условия, их надо абсолютно нивелировать. Я думаю, что мы с вами все заинтересованы в том, чтобы наши регионы все-таки процветали. Для этого нужны серьезные изменения. Спасибо.